Всем привет! И сегодня мы посмотрим на пистолет с ТР-М9-1. Начнем с его характеристик. Урон 70, дальность 9, м3-б330, бла-бла-бла, все дела, я думаю, вы видите на экране все. Ну так вот, чем его хорошеесть. Он является золотой серединой между дайву К5 и берет ТМ9. У дайву К5 низкий урон на высокий темп стрельбы, и берет ТМ9, ну скажу высокий урон, и низкий темп стрельбы, а у ТР-М9 и то и другое, и высокий урон, и высокий темп стрельбы. Вот, это уже хорошо. И еще его плюс в том, что на него можно установить штык. Ну, понятное дело, его придется открывать дольше, чем сам пистолет, чтобы штык, на ли пистолет находится в линейке редких. Ну, спасибо, что хоть не в риоритете. Хотя было бы странно, что в риоритете у них этот штык-то. Ну, сами понимаете, какие вы получаете возможности с таким пистолетом, если для него вы еще откроете и штык. Ну, такую неплохую замену для ножа, что вы. Ну, а что вы? Ну да. Кстати, да, она так, с одного-то удара, может, штурмовик, а ваншотнуть хоть на пробке. И тяжелый пехотинец вроде, ну я про вот, говорю, а не про игроков обычно. Обычно-то игроки там вообще могут хоть в корунду одеться против всех этих ножей и прочее. Ну, давайте что-ли посмотрим, как там в прогрессе-то все стоит. Ну да, как я и говорил, в линейке обычно тут особо-то и не четко, хоть там те, кто не особо-то и варфейс играет. А штык, да, это точно, придется перед него постараться тут ногчу пройти. Ну, я думаю, это не особо такая проблема. Да, кстати, неплохим сочетанием, если вы еще вместе со штыком будете играть, ну, понятное дело, вот станут нелегкие перчатки, потому что они повышают темп ударами ножом, то есть штык ножом на пистолете. Сами понимаете, вы можете, если с первого удара не ударить, то есть не убьете, то второго быстро совершите удары, да? Да, кстати, с штыкома дача получается не низкая, но контролировать тоже можно. Так, теперь посмотрим, сколько пулик надо, чтобы мишень снести. Раз, два, три, четыре. Угу, с глушаком. Раз, два, три, четыре. Угу. Теперь давайте посмотрим без глушака на самые дальние мишени, в самый дальний угол. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть пулок. Нормально. С глушаком, как я понимаю, результат будет пониже. Ну, давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, на одну пулку больше, не особо такая разница, все-таки. Так, давайте посмотрим на расценочки. Чтобы узнать, сколько вы ради него потратите денег. Ну, логично предположить, что ради него вы мало чего потратите. Потому что он и так стоит чуть дороже, чем дайву К5. И намного дешевле билет N9. Так за счет того, что в линейке обычных он очень дешево чинится. Да-да. И это будет неплохим таким пистолетиком. Для тех же пистолетных боев, например. Где, кстати говоря, тоже любят со штыками побегать, всех порезать. Ну, наверное, с донатом это не особо сравнится. Но если вы откроете этот пистолет, то считайте замену еще. Хоть средних серверов, или как нет, там называются между новичками и ветеранами. Ну, короче, поняли. Между этими серверами это будет неплохая замена. Да-да. Кстати, да. Вот этот вот прицел, он называется ласточкин хвост. И, скажу честно, с ним все очень даже удобно. Вот именно на том самом краешке этого треугольничка все эти пули летят. Вот так вот. Ну, легкие это понятное дело. Можно и на стандартный броник, а ты шпавр, поставить. Так, с чем еще сравнить? Ну, блин, это тупо сравнивать с кальтумом. Это совершенно разный класс пистолетов. Так-так. Ну да, простой мастер сказал. Чего уж. Ну, не, я там проходить какой-то миссию не буду, ибо видео слишком сильно затянется. Ну, скажу, что вместе с САУК-3,9 мм ФСС, понятно, сделал за инженера, это станет неплохим сочетанием. Потому что у них, ну, не знаю, они мне чем-то напоминают, вдруг у них что-то одинаковые есть. Ну, наверное, только мне так кажется. Но единственное, что их прям действительно сближает, это то, что они от одного производителя. Не, может быть, ВАУК-3,9... Ну, в этом названии пистолета-пулемета не написано слово СТЕЙР, но это не значит, что он не произведен этой компанией. А он действительно этой компанией произведен. Я думаю, много кто это знает с Counter-Strike, играя со СТЕЙРАУК, тем самым. Кстати, да, надо бы посмотреть на то, как этот СТЕЙРАУК сделали в Warface. Да, вот и он. Ну да, компания СТЕЙР, и дальше там название что-то. Ну чё, вроде всё рассказал. Ну, паншот в любом случае будет, если, конечно, там какие-нибудь не ультра... Ну, сами знаете, эти шлемы от одного попадания в голову тоже такая зараза. Кстати, да, вроде бы... Ай, ладно, это уже в другом обзоре будет. Ну чё, всем спасибо за просмотр. Всем пока.